Во-первых, победа была совместно с Украиной, со всем народом украинским тоже, как и казахами, и таджиками. Это была общая победа. И поскольку там живут и внуки, и сыны дедов и прадедов, которые делали эту победу, то эта победа живет в памяти. В памяти души, сердца, которую убрать невозможно. Можно фальсифицировать, обманывать людей до какой-то степени. Но праздновать победу... Почему же мы празднуем победу 1812 года, победу Александра Невского? Почему мы празднуем другие победы? Они что, устаревают победы? Ничего подобного, они не устаревают. Победа есть победа. Данный исторический момент. Переписать историю пытаются сейчас изо всех сил. Но ведь есть понимание того, что одно дело победа, другое дело удержать победу. Одно дело найти любовь, другое любовь сохранить. Так вот, удержать победу оказывается иногда гораздо сложнее. Потому что есть очень много охотников, которые хотят себе присвоить и пересказать ее по-новому. Поэтому праздновать победу надо. И Украина будет ее праздновать, естественно. Потому что она живет и в песнях, и в танцах, и в фильмах наших, и в истории. И живет, если угодно, в новой сфере. И живет вообще среди нас. И отменить ее никто не сможет, этот праздник победы. А если кто не приедет, так это его проблема. Потому что, ну, не хочет он праздновать нашу победу. Ну что же, будет дожидаться следующей победы, которую мы снова будем праздновать. Потому что мы идем всю жизнь от победы к победе. Конечно, многим это не нравится. Они тоже хотели быть победителями. Но в данный момент победить их нам не удастся. Эту победу, которую 70 лет мы будем праздновать, никто никогда не победит.